В Мангастауской области растет число ДТП со смертельным исходом. Только с начала этого года на дорогах погибли порядка 50 человек. Сотни получили различные травмы. Что делают в регионе для снижения аварийности на трассах, узнавала Тамара Степанова. Нуржамал Жейлханова боится переходить дорогу между 16 и 17 микрорайонами даже по пешеходному переходу. Когда-то на ее глазах сбили женщину с ребенком. Появился страх за своих детей. Горожанка через соцсети написала заявление в Акимат с просьбой установить на этом участке дорожное препятствие для машин. У меня трое детей. Каждый раз, идя на занятия, им нужно переходить дорогу. Здесь машины проезжают на скорости. Нужен лежащий полицейский. Возможно, это спасет чью-то жизнь. С начала года в регионе произошло 128 ДТП с участием пешеходов. Последние винят необустроенность отдельных дорог. Полицейский нужен, потому что все равно машины не всегда тормозят, невзирая на то, что там зебра есть уже. Светофоры нужны. Нужны светофоры. Вот был бы светофор, уже здесь бы не так мчались бы. Там идет вообще без гиржа. Нам нужен светофор. Машины не останавливаются, не уступают дорогу, сбить могут. По данным управления полиции, в два раза увеличилось и число погибших в авариях на крупных трассах. Причины ДТП – превышение скорости, поврежденная дорога, бродячий скот. Кстати, из-за последних с начала года произошло пять аварий. Два человека погибли. Восемь получили различные травмы. На трассах республиканского и областного значения мы несем службу в усиленном порядке. Подключаем даже участковых из городов и районов. Увеличили количество патрулей. С местным населением проводим работу, чтобы скот не выходил на дорогу. То есть специальные ленты светоотражающие для животных наносятся, и чтобы человек видел данное животное уже на дороге, чтобы ограничить движение. На трассах области начали устанавливать скоростомеры. Заработают 148 камер Сергек. В октаву до конца года будет создано 625 метров искусственных дорожных неровностей. Определён подрядчик. В настоящее время установлено 275 метров. Ещё 120 установят в ближайшие недели. Искусственные неровности положат вокруг школ и детских садов. На установку дорожных неровностей из бюджета выделено 18 миллионов тенге. Работы продолжатся до октября. Также в Актау появится 7 дополнительных светофоров.